Благоустройство дворов – тема наболевшая. Всем хочется ходить не по ямам и рытвенам, а по гладкому асфальту. К тому же, чтобы освещение было во дворе исправно, детские площадки были не разбиты. Депутаты МИАСа постепенно наводят порядок в округах. Ярким примером является округ номер 6, где депутат Константин Башлыков в сотрудничестве с Общественным советом жителей уже не первый год с успехом решает проблемы подведомственной ему территории. О новых объектах ремонта территорий дворов округа номер 6 расскажет Валентин Ефимов. Валентина Бощенко, жительница дома по проспекту Октября, вспоминает. За 36 лет она видела только мелкий ямочный ремонт в своем дворе. Кругом в асфальте изъяли глубокие дыры. Пройти по двору было практически невозможно. И до этого делали в течение этих 36 лет несколько раз, но такой вот мелкий, маленький, маленький эти ямки заделывали. Ну, такого первый раз. Сейчас же жители ближайших домов прогуливаются по своему двору, не опасаясь подвернуть ногу. Лужам больше негде скапливаться, а автовладельцы больше не боятся за колеса своего автомобиля. Двор по проспекту Октября, 6-го избирательного округа, не единственный, где были сделаны асфальтоукладочные работы. Была приведена в порядок пешеходная дорожка рядом с домом номер 30 по улице Вернацкого. По Жуковского 2 был отремонтирован двор большими полотнами асфальта. Дома по проспекту Октября, 61, 63 и 59, также попали в программу благоустройства дворов в этом году. Мы предварительно обязательно обследуем наши участки, потом вместе с депутатом обходим. Затем комитет ЖКХ и транспорт, мы с ними тоже в последние годы сотрудничаем, так что находим компромисс и ремонтируем. После горького опыта работы с предыдущим подрядчиком, когда во время ремонта асфальт выкладывался прямо в лужи. Депутат по 6-му избирательному округу Константин Башлыков и члены Общественного совета жителей округа стали лично контролировать ход выполнения ремонтных работ. Нынешний подрядчик выполняет работы качественно, с соблюдением всех норм. Ярким примером его работы может служить дорога, проходящая мимо торгового комплекса «Олимп». Работа на этом участке были выполнены 5 лет назад, и до сих пор на дорожном полотне нет следов дефекта. Сегодня жителям округа будет сдан еще один объект – пешеходная дорожка рядом с 19-й гимназией. Жители давно жаловались на то, что в дождливую погоду им приходится шагать прямо по глине. Теперь же на этом участке будет место и пешеходам, и автотранспорту. Еще в 2005 году члены Общественного совета во главе с депутатом изучили фактическое состояние благоустройства округа, состояние дорог, отсутствие освещения, особенно в лесной зоне пешеходных дорог, состояние парковок, детских площадок. За это время была проделана огромная работа по улучшению жизни жителей округа и благоустройства дворовых территорий. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Очистить, покрасить и обмотать антивандальной сеткой. В МИАСе начался ремонт троллейбусных опор. Первыми преобразятся опоры в районе железнодорожного вокзала, а следом и другие в направлении Машгородка. Оклеенные пестрыми листовками опоры контактной сети общественного транспорта не красят наш город. По распоряжению главы МИАСа троллейбусные опоры в скором времени приведут в надлежащий вид. Их очистят от незаконно расклеенной рекламы, покрасят и установят антивандальную сетку. Опоры надо приводить в надлежащий вид. Слишком они у нас страшные, годами стояли. К сожалению, сегодня в центральной части даже на некоторые смотреть-то не очень хочется. Глава округа призвал рекламодателей и депутатов воздержаться от расклейки листовок на опорах общественного транспорта, чтобы не мешать ремонтным работам и не тратить зря бумагу. Напомним, что по закону запрещено самовольно размещать объявления в непредназначенных для этого местах. Под запрет попадают не только опоры контактных сетей, но также стены зданий, столбы, двери подъездов, заборы. Нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа. Трубы текут. Жительницы Макеева, 19, вынуждены жить в сырости. У них постоянно течет канализация. Управляющая компания откачивает воду, но о замене системы речи пока не идет. Ждать капремонта слишком долго. Жители обратились к нам в редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Можно лопать, же руками берут. Все это вот уже. Влажная стена, отваливающаяся штукатурка, вода в подвале, сырость в комнатах и в подъезде. В таких условиях живут люди на Макеева, 19. Анастасия Топорищева пять лет назад переехала в это общежитие. Рассказывает, серьезные проблемы с канализацией и горячим водоснабжением начались около двух лет назад. Вода периодически бежит под крылечко. Неприятный запах круглый год. В прошлом году даже блохи появились. Трубы текут в подвале. Вот на крылечке стоишь, это все журчание конкретное, как будто кто-то просто воду включил. Мы вызывали слесарей к себе на четвертый этаж, потому что у нас третий этаж. К нам приходили, жаловались, очень жаловались, что мы их топим якобы. Откачали и уехали. Черную плесень со стен ничем не вывести, присоединяются к словам Анастасии и ее соседка. А еще становится просто страшно за здоровье детей. Где помывочная, у нас там потолок сгнил полностью. И мы боимся, что обрушиться может на наших детей также в этом плане. Сыростью дышать приходится. А куда деваться? Потому что с третьего этажа на второй это все капает. На третьем этаже у них сухо, потому что трубы внутри прогнившие все. А вскрывать никто не вскрывает. Ни полы, ни кафель, ничего не убирается, трубы не меняются. Помывочная комната и правда производит ужасное впечатление. Стена от влаги вздулась. Это заметно даже снаружи. Торчат кирпичи. Система требует капитального ремонта, замены труб, жалуются жители. С 2008 года в управляющую компанию идут жалобы, сети изношены. Но управляющая организация может производить только обслуживание сетей и текущий ремонт. Капремонтом занимается региональный оператор. Капитальный ремонт на Макеева-19 по плану будет только после 2020 года. Мы поднимали по капремонту, там также поднимался вопрос администрации в 2014 или 2015 году. В 2015 понимании году о переносе, возможно переносе капремонта сроков. Ответ был, что нет возможности, есть установленный график. Тем временем собственники комнат на Макеева-19 задолжали управляющей компанией почти полмиллиона рублей. Сообщили нам в отделе по работе с населением. Есть долги и пока к ремонту. Поэтому первоначальная задача добросовестных жителей объединиться, поговорить с соседями, погасить долги, объясняют в управляющей компании. На основании жилищного кодекса собственники обязаны содержать жилое помещение, в котором они проживают. То есть нести затраты денежные по капитальному ремонту и по содержанию жилья. До тех пор, пока собственники Макеева-19 не начнут оплачивать услуги, они не смогут отремонтировать свое жилье. То есть мы все-таки призываем к тому, что была оплата. И второе, к чему мы призываем, чтобы все комнаты, которые провели перепланировку и переустройство инженерных сетей, подали нам документы на согласование. И еще один важный момент. В общежитии на Макеева-19 много квартирантов, а вопрос нужно решать собственникам. И сообща отмечают в управляющей компании. Ведь часто бывает, что квартиранты хозяевам исправно платят, а вот те счета оплачивать не спешат. А еще управляющая компания советует старшему по дому записаться на прием, чтобы правильно оформить коллективную просьбу приблизить сроки капремонта, прикрепить фотографии, подписи и направить документ в область. Номер приемной управляющей компании 54 57 10. Ирина Горностаева, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Еще один детский сад атаковали осы. Воспитатели обнаружили на территории детского сада большое скопление опасных насекомых и забили тревогу. Огромному осиному гнезду, который нашли приехавшие спасатели, на вид не один год, но активизировали осы именно этим летом. На одной из прогулок дети пожаловались воспитательнице Наталье Шатаевой на болезненные укусы насекомых. Наталья сразу поняла, что это не просто комары, и решила тщательно осмотреть участок. Осиное гнездо оказалось внутри одной из скопанных в землю автомобильных покрышек. Сотрудники детского сада немедленно вызвали спасателей. МЧС приехали, посмотрели, что да, действительно, скорее всего, ули там, так как роятся. Принесли лопату, откопали колеса. Смотрят, там уже рой, ну не то что рой, соты, которые не первый год, как нам пояснили. После чего мы уже, ну действительно, они показали, да, у них в целлофановом пакете там такое приличное количество данных сот. Все они все вычистили, я так поняла, обработали и сказали, что ну пока не гулять на данном участке. Родители и малыши предупредили, что возможно аллергическая реакция и попросили пристально следить за здоровьем своих детей. По словам воспитателей, ранее на территории детского сада не наблюдалось действующих осиных ульев. Одиночные насекомые еще не покинули детскую площадку, но спасатели обещают, что уже через пару дней участок станет безопасным. Дом их не уничтожен, матка, то есть их хозяйка тоже уничтожена, они будут в поиске нового дома, в поиске нового предводителя. Вот, и то есть я думаю, они как бы оттуда место это покинут. Это не первый случай, когда опасные представители фауны причиняют неудобства жителям МИАСа. Буквально несколько недель назад спасатели выезжали в детские сады номер 108 и 81, чтобы уничтожить осиные гнезда. А в прошлом году жители Машгородка жаловались на нашествие ворон. Пернатых нарушителей спокойствия тогда пришлось переселить в лес. Игре в шашки все возрасты по корням. В честь Дня физкультурника в МИАСе состоялся турнир по русским шашкам. В 30-ти градусную жару кто-то шел на пляж, а кто-то в библиотеку поселка Тургаяк, чтобы тренировать логическое мышление и умение видеть ситуацию на три хода вперед. Гриша Пищулин отлично помнит свою первую победу в турнире по шашкам. Тогда он одолел противника старшего по возрасту. Сегодня на муниципальном турнире мальчик совсем не волнуется, потому что соревнования проходят в клубе, куда он регулярно ходит играть в шашки и где он сделал первые шаги в этом виде спорта. Я пришел первый раз сюда на шашки. Меня позвали, ну я и согласился. Взял брата, ну и так научился. Меня сначала учили, как ходить, что делать. Потом уже и начал играть хорошо, выигрывать. Интерес школьников к шашкам и шахматам за последние годы значительно вырос. Вместе с ним растут и достижения наших юных спортсменов. Большинство участников турнира имеют официальные разряды. Можно даже вспомнить, вот у нас есть такая Юлия Малова. Она уже имеет первый юношеский разряд по шашкам. Также у нас присутствуют здесь ребята, которые имеют второй юношеский разряд. А третий юношеский разряд очень много из детей выполнили в этом году. По городу выполнило 493. Третий юношеский разряд. Турнир по шашкам не случайно проходит в библиотеке. Здесь много книг, посвященных шашкам и шахматам. В том числе книги профессора Сухина. Сам профессор приезжал в МИАС в июне этого года, чтобы провести мастер-классы для учителей школ и воспитателей детских садов по программе «Шахматный всеобуч». Благодаря этой программе азы древней игры в скором времени будут доступны даже для дошкалят. Это все новости на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте adenogu.ru, а также в группе ВКонтакте «Телевидение МИАСа». Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 055. Спасибо, что были с нами. Аминь. Продолжение следует...